ДОНЕЦКИЙ КАФЕ Какой Абрамс? Какой Донецк? Может лучше губозакаточной машиной воспользоваться? Но мы, братцы, люди что маленькие, мы просто смотрим телевизор и всему верим. Особенно вот российским каналам. Там, как всем известно, никогда не врут. В следующей неделе будет решающий. Если начнется вооруженный конфликт в Новороссии, если спровоцируют его Украину, то должно начаться до 4-го числа. Ну вот же, вот, а вы не верили. Украинцы еще 4-го числа должны были на штурм пойти. И мы ж так ждали, тормозок даже подготовили. Но, как и в случае с Холодомором, который ровно так же обещали на тех самых шоу... Нынешней зимой Украина погрузится в холод и мрак. Совсем скоро закончится уголь. Кто согреет несчастную Украину, такой вопрос вообще не стоит. Никто его не поднимает, пусть замерзает. Видимо, случился отбой по хате. Где наступление? Где Холодомор? Где ежедневный контроль запасов угля на украинских ТЭС из Останкинских студий? На Украине почти нет газа, и угля на многих ТЭС осталось на 10 дней. Че там, ребятки, опять умылись? И здесь Скобеевой неплохо бы собрать своих городских сумасшедших и попробовать разобраться, почему все их обещания – это тупо пальцем в небо. Но нет, есть у российских пропагандистов дела и поважнее. Ну, во-первых, можно ротовой штурм Одессы осуществить. Стоит лишь нашему кораблю зайти на рейд Одессы не без единого выстрела. А во-вторых, НАТО с рептилоидами распоясались. Все очень серьезно. А значит, нужно что? Верно, их срочно разгромить. ТЭКС, где там Коротченко? Пусть палец достает, неважно откуда, из кармана или из Милонова. На территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты, которые доставили туда зенитные ракетные системы С-400. И одновременно береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион». Сейчас Россиюшка, проклятая НАТО, одним пальцем победит. Давай уже, Коротченко, не сдерживай себя. Покажи этим буржуям, где раки зимуют. Калининградская группировка российской армии и голорусские вооруженные силы перекрывают Сувалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО. «Пощади! Пощади!» – кричали в эти минуты из-за океана Байден с Джонсоном. Последнее даже на время забыло своей папке, где, по словам автора книги «Секс с бобрами для чайников», были собраны адреса всех киевских борделей. Подозреваю, что в этой папочке были адреса всех киевских борделей, которые собирался посетить Джонсон. И здесь мы Бориса Джонсона понимаем. Не до борделей явно, когда русалка Урсула со своим волшебным пальцем тебе вызов бросила. Выпади и пол бутерброда еще не съели, а над захваченными странами Балтии уже беспилотная зона создана. Выключаются средства радиоэлектронного подавления, и изумленные Запад и НАТО узнают о том, что Россия объявила бесполетную зону радиусом 400 километров вокруг острова Готланд. По слухам, генсек НАТО Столтенберг уже собирает экстренную встречу союзников, чтобы попытаться найти управу не только на распоясавшийся палец Коротченко, но и на рот белорусского титана мысли Озаренка. Последний уже пообещал не только уничтожить Литву. Будет раздавлена Литва. Похоже, не захотело шпродское начальство услышать президента Беларуси. Только вот не было еще такого, чтобы не сбылось то, что предрекал наш президент. Ну и загнать всех англосаксов на острова. Все, ребят, сдувайтесь. Солнце в Евразии восходит. Евразия вытолкнет вас туда, где вам и место. На ваши поганые острова. Сидите там тихо, не рыпайтесь и загнивайте. Смыслы и чувства рождаются там, где восходит солнце. На ледяных ветрах Евразии. А значит что? Верно. Сидите в своих лондонах и завидуйте великой Белоруссии. Новая мечта. Белорусская живет в человечестве. Храм на холме. И этот храм куполами достигает небославян. Несмотря на всю нашу любовь к подобному контенту и даже несмотря на постоянные угрозы Украине. Разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина. Мы бы, чистые из человеколюбия, очень хотели бы рекомендовать Озаренку не затягивать с лечением. Хотя с другой стороны есть ощущение, что там уже ничего не поможет. Ведь проблема даже не в одном конкретно взятом поехавшем. Великая Отечественная война идет. Новый тоталитарный Западный рейх создает мировой концлагерь. И войска движутся на восток. И встречают их полицаи-колаборанты с БЧБ-знаменами. И вновь с цепи спускают озверелых бандеровцев. А в том, что рыбка в Белоруссии по классике сгнила с головы. Ведь какой смысл троллить жалкого Озаренка с его ротовыми захватами, когда самоназначенные Лукашенко с карликовой, никогда и нигде не воевавшей армией, собираются на раз-два дойти до Ла-Манша. Пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манши. Эх, жаль, Сань Захарченко до таких откровений Лукашенко не дожил. Вместе бы пацаны до Ла-Манша дошли. А там команданты лодку резиновую надул и всё. Берегись, Лондон. И взять Британию всю вот таковую. При этом обратите внимание, на чём основана уверенность Лукашенко в лёгкой победе над НАТО. Оказывается, ОДКБ в Казахстане показало невиданную мощь. В чём ценность ОДКБ? Что мы показали. Мы-то там сил сколько у нас было? Всего ничего. Но мы показали. А если бы надо, там бы увеличились эти силы. И тут непонятно, смеяться или плакать. Просто слушая это всё, постоянно хочется уточнить. А вот он реально не понимает, что героически расстрелять в Казахстане мужиков с охотничьими ружьями и камнями в руках – это одно. А воевать с 30 суперсовременными армиями – чуток другое. Они понимают, что бесперспективно с нами воевать. Прежде всего с Россией. Нас лучше не тронут. Впрочем, если верить всё тому же озарёнку, у армии Лукашенко в священной войне с Западом есть просто нереальный козырь. Какой? Наверняка спросите вы. А мы подскажем. Это сам Лукашенко с автоматом. Когда Александр Лукашенко выходит с автоматом, то рядом бросает машину на таран Талалихин, матросов закрывает амбразуру, Марат Козей подрывает вражин гранатой, Карбышев выстаивает под ледяной пыткой, а Зоя кричит – боритесь, не бойтесь, Сталин придёт. Как говорится, спасайся, кто может. Ведь с такими серьёзными противниками можно и реально умереть. Правда, исключительно от смеха. И это, кстати, проблема, если не всех, то многих чиновников и пропагандистов в русском мире. Ведь они надувают щёки, хорохорятся. А теперь напомним, что мир без России и России не нужен. И тогда в радиоактивный пепел превращается не только Америка, но в радиоактивный пепел превращается и Европа. Но при всём желании к ним очень сложно относиться серьёзно. И дело даже не в том, что ребятки превратили серьёзные темы в филиалы стендап-камеди. Шутки шутками, но когда каждый раз для защиты Украины Британия посылает своих солдат в Эстонию, то возникает вопрос, что случилось с картами? Они не знают, где находится Украина, Россия. Куда важнее, что они сами не верят в то, что говорят. В программе того же Киселёва, например, толкнули слезливую речь. Мол, как же так? На футзальном матче Украина-Россия болельщики из Украины обидные заряды кричали. На трибунах в Амстердаме болельщиков желто-синим было явно больше. Они снова скакали, и игра их интересовала меньше всего. РФС потребовал от УЕФА расследование поведения украинских фанатов, чьи крики разжигали ненависть по национальному признаку. А вот российские комментаторы и болельщики, чтобы вы понимали, всегда болеют за украинские команды. А ведь российские болельщики и комментаторы всегда переживают за украинские команды на международных соревнованиях. Отличие, которое довольно чётко показывает нынешнее моральное состояние украинского общества. И здесь аж закричать хотелось. Ну ты сам-то в это веришь? Или напомнить, как даже на левых матчах российской сборной шоу с недоросами устраивали? Что ж вы тогда в УЕФА не писали, а? И на самом деле, друзья, они все отлично понимают. Просто работа такая. Это же не только Киселёва касается. Взять того же опасного Кроссовского, которого мы так много показываем в последних программах. Чудак на словах, такой патриот, такой борец с киевской хунтой, что прямо ох и ах. Нынешнее руководство Украины ещё при своём правлении увидит свою карту без Киева, Житомира, Одессы и, наверное, даже Львова. А вообще, это была какая-то даже идеальная карта. Украина без Украины. Украина, например, в составе России. А вот это уже Кроссовский в 2015 году. Тогда, признавшись своей нетрадиционной ориентацией, он, по сути, остался без работы. И очень долго ныл. Мол, телевидение уже не то. Кругом пропаганда. Сколько же можно говорить об Украине? Журналист программы «Сегодня» или программы «Вести-24», который снимает сюжеты про Путина, укропов и черномазовую обезьяну. Все эти люди, совершающие ежедневное рутинное преступление... А дальше уже совсем прелестное. Кроссовский прямо обвиняет Россию в войне в Украине и называет граждан своей страны варварами и дикарями. Мы чудовищные дикари. То, что происходит сейчас в Украине, а это, безусловно, Россией спровоцированная история в значительной степени. И да, друзья, это было всего-то 7 лет назад. Но стоило Russia Today предложить пацану должность, и все его принципы куда-то исчезли. Мол, подумаешь, переобулся, у холопа в память короткая, зато теперь патриотом буду. Я всегда буду за Россию. А сейчас я живу в прекрасной свободной стране, и сама жизнь в моей стране стала очень комфортной. И я действительно поэтому и голосую за Путина, и за единую Россию. И это одна из главных причин, почему российская пропаганда настолько жалкая. Ведь когда люди пишут и говорят то, во что не верят сами, то едва ли им кто-то поверит. Что при нынешней ситуации очевидно к лучшему. Редактор субтитров А.Семкин